Итак, всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала, и в этом видео мы с вами подведем итоги, уже закончивающегося 2018-го Интернейшнала. Точнее, Интернейшнала, который проходил в 2018-м году. По счёту он восьмой, ну, вы меня поняли. В общем, я набил 522-й левел, можно посмотреть мою историю получения очков. Я всё тут обузил. Начал я с 75-го левела, ни для кого не секрет. Обузил, обузил, обузил. До фигища всего. Левел за левелом. Шли вверх, 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 а ну-ка. Вот тут бандл я купил, модл пак вышел. Сто левелов. Так, выше, 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 выше. Тут я всё своими силами обузил. А, сюда прогнозы так нормально помогли. По 20, по 40, но они сыграли свою роль, скажем так. В теории, я мог бы набить даже бы ещё, мне кажется, вот чуть повыше на параллевел. Но я захотелся левел 522 ставить. И бы выше я никак уже не подниму. 522 это мне, не знаю. Как 322, только 522. Собственно, катакомбы. Было в целом прикольно. Это было лучше, чем всякие задания. А-ля, купите там, Battlefield, да. 12 минут или чё типа того. Или в смоках убейте там 5 раз. Или после ТП убейте там 2 человек. Ну, соответственно, и не переживаем. Руинеры ещё остались. Они все тиры не грозят с дотаплюсом. Вот. Но это куда уже лучше было, чем те задания. Пещеры пустоши. Как много боли в этом слове. Собственно, ивент дерьмо. Если так можно выразиться. Потому что он на 10 голов ниже, чем Лихой Омут, Новолуния. И... А, ну всё. И больше-то ивентов-то и не было особо. Вот. Он, кстати, наоборот, где-то с Кантум Колизеумом. Это потому, что это реально кастомка. Уже есть какие-то готовые текстуры, которые были готовы для ландшафта. Уже готовая игра. То есть это по БГ. Каких там каротов добавили. Ну, собственно говоря, нарисовать мобов. И засунуть их в комнаты, это ни о чём. И более, что дофига моделек у них уже было. И дофига идей. Уже чего-то готового. Это слепить, это реально, может, за неделю можно было. То есть нам обещали Тлашана. Опасные комнаты. Там Рошан, ловушки и всё подобное. В итоге Тлашан, его в игре вообще нет. То есть, ну как бы он есть, это значок сверху, когда комната обрушивается. Тлашан обрушит комнату через 30 секунд. Или чё-то типа того там звучит. Отлично. Лайк. Чётко. Тлашана. Тлашана добавили в Valve. Вот. Потом под ловушками, я так понимаю, подразумевалось это... Вот эти вот молотки, нет, как это, топоры такие острые фигни. Вот. И комната с лечом, я так понимаю, это все ловушки. Благодарю, если я их наобузил, то есть кидали друг к другу в пабликах, кидали. По ставкам 109%. Опять же, всё наобужено. То есть, не надо думать, что такое скилловый. То есть, не надо думать, что такое скилловый. Но если вы так думаете, то можете думать и дальше, я не обижусь. То есть, какой челик вообще 2019 поднял. Какой у него левел. Он до него сразу был, я так понимаю, бонус на все фишки. Достижения, я выполнил всякие, мог. Я могу выполнить ещё вот эти два, но я не буду этого делать, мне это не надо. Вот эти 4,5 левела, ещё не даже 9 левела, будет лучше, если сундуков парадам, куда выгоднее. Всё остальное, абсолютно всё, что можно выполнить, я выполнил. Это я в любом случае не выполню. Не выполню и не выполню бы. Возможно, в следующем году с другом друг к другу купим компиндосы и всё. То есть, старактовый бус будет 2 левела. И потом, вот эти прогнозы, я даже не стал заморачиваться, ибо это невозможно. Ну, может, там чуть тысяч очков получить, но кому это надо, когда мне 5-2-2 левела уже. По наградам сеты были вот эти вот говно, как по мне. То есть, в лист ещё более-менее, а вот этот вот легионка и петух вообще, мягко говоря, не очень. Опять же, мы наклепали им марталок, золотые шмотки добавили. То есть, как я это вообще вижу, у них есть типа чан с краской такой золотой. Они берут вот хороший меч, красный, красивый, с эффектами. Окунают его в этот бочонок с золотой краской, достают и такие, готово, новая марталка, я сделаю золотой меч. Значит, у меня есть драканы, но я их программу при первом же случае. Вот тут, в целом, все награды так себе. То есть, вот мне, честно говоря, не сошло. Вот эта вот тема подземная. По мне, вот водяная тема была лучше, и мемов было как-то побольше, и всего такого. Добавили к липов, да, круто, продвижение. И марталка на неё держит планку, крутых марталок. То есть, почему им нет смысла делать всё слишком круто? Потому что, да, все в следующем году будут стать ещё круче и ещё. Поэтому они, ну, держат на уровне где-то, но этот компендиум, он на порядок ниже, чем всё до этого. То есть, вот, в моём личном топе 17-й год, 16-й и 18-й. Среди новых компендиумов, которые после Этель Борона уже идут. В смысле, интернешнл. Не знаю, обчинили ли я эту штуку. А, нет, не отображаются. Типа, я начинал. Франкфурт, Шанхай. То есть, ну вот, у меня дофига всяких мажоров я покупал. То есть, истинный собиратель компендиумов. Это я. Вот, покупал всё, что можно. Потом дальше чё? Как они назывались? Жетоны, что ли? В это говно я не сыграл ни разу. Я пытался ровно один раз кому-то, то ли добавить, то ли сам собрать, я уж не помню. Я посидел где-то 5 минут, понял, что это огиблое дело. 350 очков сидеть, потеть, там ещё. То есть, геймплей начинается уже до начала самой игры. То есть, ты должен собрать команду и запустить поиск. Дождаться ещё. Вот этот геймплей. То есть, ну, в Аркане победил Робик. Как выбрали в России? Геймплей, он бы отличный геймплей голосовал, за кого угодно, лишь бы не Робик. Опять начнут сейчас все пикать будут. И те, кто за него голосовали, они ждут, что сейчас им выкатят офигенную Аркану. Потому что она все скиллы меняла, и всё такое. Но нет, этого не будет никак. То есть, я фея, если я пересмотрю это видео, и это... И пойму, что Аркан-то ахитритика и крутая, это было бы отлично, но нет. Знаю Valve, но они сделают чё-то на уровне, но не надо ждать ничего слишком хорошего. Комментатору на МИПа опять... Комментатору МИПа, он был на английском и китайском, то есть, я его опять не смог послушать. Не послушать, я его, конечно, могу, но толку у меня от этого не будет, я не пойму. Комментатор геймплей, кстати, и классный был. А, ну, ну, сейчас есть, да. Прикольно, что вы восстали, и меня это прям порадовало. Эффекты, но они были, есть и будут. С темок вообще ничего не выпало. Потом в фэнтезе я поднял 16 левелов. Спасибо Финнарготу и другим патрагнозистам, я по их ставкам уже делал. Всё, кроме первого дня. Потому что первый день я поставил просто всех золотых, не разобрался в теме. На финале LGD. Они много чего принесли, почти по сотке все. То есть победили отживую, тоже все знают. Сломали систему учётный-нечётный год. Типа всегда в чётном году выигрывали китайцы, но в этот раз не получилось. Добавили новый герой на Интену, то есть мне он понравился очень сильно. Отличный герой, как по мне, вот без сраказма. Вот чётко в нём у них получилось. Потом обещали ещё одного героя, и был конкурс косплей ещё. Из таких более-менее громких событий на Инте. Типа посмотрел, победил там Огар. Какой-то там награду получил. Ну, собственно говоря, по мне это просто татуэтка герой, но никак не косплей. То есть, ну, получил и получил. То есть, ну, мне понравилось, я посмотрел всё. Существует говоря, на этом всё. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите, что вы думаете об этом интернешнле. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok